В Третьей книге Царств, 18 главе, стих 21, мы читаем такие слова. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Эти слова были сказаны пророком Ильей на горе Кармиль, где собрались люди из разных слоев общества и с разными политическими и религиозными мнениями и убеждениями. Но прошу отметить, что в подавляющем большинстве на этом многолюдном собрании были люди без убеждения, без определенных мнений. И вот им-то Илья и обращает свое слово людям, которые знали волю Божию, именовались именем Господнем, исповедали Его своим Богом, но которые в сердцах блудодействовали с чужими богами, и поклонялись им. Это была толпа нерешительных, колеблющихся, непреданных людей, отказавшихся полностью принять ту или иную сторону. Они языком исповедовали одно, а на деле были нечто совсем другое. Им Илья говорит, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, если Ваал, то Ему последуйте». Народ этот стоял между двумя мнениями, а фактически это значит, что они были без убеждения. Человек, который колеблется между двумя мнениями, можно сказать, что вообще не имеет никаких убеждений. Это ни то, ни сё, или, как говорится, ни рыба, ни мясо. Поэтому Илья делает им вызов. «Долго ли будете вы хромать на оба колена, прыгать, как воробей, с одной ветки на другую? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, но если вы Его не признаёте Богом, тогда отдавайтесь всецелого Аллу». Благодарение Богу за такие, которые определённо, открыто и положительно стали на сторону Христа. Их не смущает ни насмешки мира, ни угрозы и преследования врага. Они приняли своё решение. Они знают, кому они служат и кому они отдались. Не таковым относятся слова нашего текста сегодня. Притом прошу отметить, что Илья не направил своё слово в данном случае пророкам Ваала. Как Илья и семи тысячи тех, колено которых не преклонялись перед Ваалом, это были люди тоже с убеждением, но, увы, убеждение их было пагубное, тут тоже мы не замечаем никакого хромания на два колена, прыгания с одной стороны на другую. Они свой жертвенник имели, и на алтарь своего Бога они всё положили, душу, дух и тело. Они знали, кому они служили, и делали они это со всем усерднем и с таким энтузиазмом, что нельзя не восхищаться их преданностью. По крайней мере, в этих поклонниках Ваала мы видим смелость и мужество следовать за своим убеждением. Полная отдача тому, чему они исповедовали. Тут вы не найдёте ни вялости, ни равнодушия, ни нерешительности, и этому в них нельзя не восхищаться. Никому не нужно сомневаться, которому лагерю принадлежат эти люди. Да, нам их очень жаль, ибо конец их гибель. И как бы хотелось, чтобы они со всей своей ревностью и энергией стали на сторону правды. С такими людьми, по крайней мере, знаешь, как поступать, как с ними говорить. Но скажите, что сделать с теми, которые всегда с вами соглашаются? Но когда придёт другой, то они с ним будут в полном согласии тоже. К таковым Бог имеет только одно слово. Слово, сказанное Ильёй в этот знаменательный день на горе Кармель, «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если Ваал, то Ему последуйте». Одно из двух. Средней позиции нет. Перед тем, как немножко ближе вникнуть в значение этих слов, сказанных Ильёй, посмотрим ещё раз на эту толпу. Народ с чудным и богатым наследием. Народ, которому Бог дивным, многократным и многообразным образом являл себя. Народ, история которого была несравнима по богатству с другими народами. И потом подумать, что этот народ дошёл до того, что не был в состоянии решить, служить им своему Богу или нет. Поразительно, не так ли? Да, это был вероломный народ. Когда было выгодно и популярно поклоняться Господу, тогда они были на его стороне. Но когда началось гонение и преследование, когда безбожная власть царя Ахава начала притеснять народ Божьей за служение истинному Богу, то они стали покровительствовать Ваалу. Читайте историю, и вы обнаружите, что под ветвями номинальной церкви всегда скрывались такие птицы. Да, они хотят унаследовать жизнь вечную, но они не готовы всецело посвятить себя Христу и расстаться с грехом. У них достаточно религии сделать их крайне несчастливыми, но недостаточно, чтобы спасти их душу. Разумеется, что такая религия сделает любого человека несчастливцем. Вместо того, чтобы дать утешение и радость, она только обременяет, угнетает и приводит человека в уныние. И вот этому слабому, колеблющему, нерешительному, компромиссному народу Илья обращается этими словами «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Во-первых, обратите внимание на то, что Илья призывает их к немедленному решению. Сегодня день решения. Решение между Богом и дьяволом. Возлюбленные, некоторые из вас доседины уже хромаете на оба колена. «Как долго вы еще будете прыгать с одной ветки на другую?» Я слышу, кто-то говорит, что ему нужно больше времени, ведь это очень важный вопрос. «Кому мне служить?» говорит такой. «Это вопрос вечности, вопрос моей бессмертной души». Согласитесь, что такое решение требует времени. Хорошо, но как долго? Сколько еще времени потребуется вам?» Илья говорил народу, который имел уже три с половиной года решить этот вопрос. Им больше времени не нужно было, они имели его достаточно. «Долго ли вам еще хромать?» В течение этих трех с половиной лет они были без одной капли дождя. Не было даже росы на земле. Какие им еще нужны были доказательства, что Бог был недоволен ими? И эту засуху Господь послал, чтобы заставить их к правильному решению. Сами они голодали, скот их уже помер. Поля их были, как засохшая степь, покрыта пылью. И несмотря на эти бедствия, да, предсказанные суды Божьи, они не пришли никакому решению. Как долго будете еще хромать? Сколько вам еще нужно времени? О, дорогие мои, я к вам обращаюсь сегодня с тем же вопросом, как долго будете вы служить Богу и Мамону, Господу и Ваалу? Как долго еще будете вы сжигать фимиам одновременно у алтаря мира и Церкви Христовой? Я спрашиваю вас, как долго? Молодежь, к вам обращаюсь, вы сказали, что когда окончите учебу, тогда легче будет. Я буду знать и лучше пойму вообще значение жизни. Но смотрите, вы уже на работе, вы стали уже мужчиной и женщиной, завели свои семьи. Когда же вы примете это самое важное из всех решение, кому вы будете служить? Кому? Богу или дьяволу? Одному из двух. Некоторые из вас с детства знаете Евангелие, вас мать учила молиться, она читала вам Библию, наставляла вас на путь жизни, и сколько раз в сердце своем вы тогда уже чувствовали близость Бога и слышали голос Духа Святого. Вы помните, как решительно вы говорили, что будете служить Господу? Буду проповедовать Слово Божие, как мой папа. Мой друг, сколько еще увешивания, сколько еще предупреждений и испытаний перед тем, как ты решишься принять Христа и встать всем сердцем на Его сторону? Долго ли еще хромать будете на оба колена? Спросите того человека, у которого волосы уже побелели, который уже 50, да, 60 лет решает этот вопрос. Пусть скажет, легче сейчас сделать решительный шаг после всех этих долгих лет ожидания и обдумывания столь важного вопроса? Легче сейчас, чем было, скажем, 30 или 40 лет тому назад? О, дал был Бог, чтобы ты, юноша, ты, девица, сегодня, сейчас, не ожидая ни дня, ни часа, стал на сторону искупленных детей Божьих. Не говори, что ты не имел возможности. Прошли дни, да, недели, месяца и годы. Долго ли еще хромать будете на оба колена? Как долго останетесь вы в этом нерешительном положении? О, друг мой, не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день, говорит Слово Божие. Дальше, заметьте, пророк напоминает им, что такое состояние ничто иное, как абсолютный абсурд, полное безумие. Подумали ли вы, как бессмысленно такое колебание между двумя мнениями? Оно невозможно, точно так же, как физически невозможно человеку быть на двух местах одновременно. Вот почему пророк употребляет это выражение «хромать на оба колена». В подлиннике оно имеет такой смысл прыгать с одной ветки на другую, как птица, не знающая, на которую сесть. Этим Илья говорит, что на практике это невозможно. Как ясно Христос это выразил, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Что может быть яснее? Одного из двух, но не оба в одно время. Или Христос, или Варава, или Бог, или Ваал. Соперник Юлии Кесарю, Марк Антони, хвалился, что мог запречь двух львов к своей колеснице. Но я вам покажу двух львов, которых вы никогда не запряжете под одним ярмом, Христову, Церковь и мир. Истинное кумение без живого Христа ничто иное, как поклон Ваалу. О, как люди ищут одобрительную улыбку мира и хорошо добрый и верный раб нашего Спасителя, но это невозможно. Но, говоришь ты, в мире есть много хорошего. Я могу быть в мире и в то же время христианином. Мой друг, послушай, что говорит Слово Божие. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Вильяром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами. Я не вижу, чтобы Илья пошел на сделку с Ахавом и с Язавеллей, надеясь этим спасти дело Божие. Нет. Хотя бы он один остался, он не пойдет на уступку миру. Бог в религиозной дипломате не нуждается, но он ищет тех, которые все цело, готовы отдаться ему и встать на его сторону. О, дал бы Бог, чтобы сегодня нашлись многие, которые увидели бы, какое безумие, во-первых, терять больше времени и потом претендовать на то, что фактически невозможно служить двум господам. Но заметьте дальше, какой сильный аргумент приводит Илья, чтобы они немедленно сделали решительный шаг и приняли правильное решение. Опять-таки, тут следует иметь в виду, кому он обращает свое слово, людям, которые называли себя верующими в Господа Бога. Если бы их спросили, кому они принадлежат, то они, безусловно, сказали бы, что они Господни. Языком они признавали истинного Бога, но когда было удобнее поставить свечу в капище Ваала, то они ничего худого в этом не видели. Мы это делаем ради общего мира, сказали бы они. И вот пророк берет их буквально по их же словам и говорит, если Господь есть Бог, то следуйте Ему. Видите ли вы, устами они Его исповедовали, и поэтому на их же слове Он их и поймал. Вы говорите, что Господь есть Бог? Если так, тогда Он, как Бог, имеет полное право на вашу жизнь. Если Бог есть Бог, если Он вас сотворил, тогда, говорит Илья, я требую, чтобы вы Ему служили. Или Он Бог, или Он вовсе не Бог. Если нет, тогда изберите другого Бога. Если дьявол Бог, тогда будь последовательным в твоем убеждении, служи Ему. Если Он дает тебе дыхание и жизнь, если Он тебя питает, тогда служи Ему. Но если Господь действительно Бог, и ты говоришь, что этому веришь, тогда, чтобы быть последовательным, ты обязан Ему служить. Поклоняйся и служи Ему хоть по той одной причине, что Он твой Бог, как ты сам говоришь. Таков аргумент пророка с этим колеблющимся народом. И, наконец, прошу отметить, что сила проповеди и аргумента Ильи был сам Илья. Пророк сам был явным свидетельством открытой письмо, узнаваемое и читаемое этой толпой. В нем они могли убедиться о преимуществе служить Богу. Лучшим доказательством, высшим доводом того, что есть один только путь, ведущий к счастью и удовлетворению, это жизненное свидетельство чадо Божие, знавшего это на опыте. Приведите все ваши аргументы, что, мол, Бога нет, что Библия полна басни, что человек сам себе Бог. И каждому вашему одному аргументу я вам приведу сотни живых свидетелей, которые вам скажут, что для них сделал Иисус Христос. Все ваши мертвые пустые доводы окажутся мыльными пузырями против живых свидетелей, которые на опыте знают, о чем говорят. Посмотрите на Илью, с какой смелостью и спокойствием стоит он один на горе Кармиль против четырех ста одержимых пророка Ваала. С одной стороны спокойное доверие Богу, с другой свирепое, нервное и лихорадочное отчаяние священников и язовели. Послушайте, как описывает эту картину священное писание. И взяли, то есть пророки Ваала, тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали им Ваала от утра до полудня, говоря, Ваал, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали, и стали они кричать громким голосом, и кололи себя, по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они еще бесновались до самого времени жертвоприношения. Да, это были люди с убеждением, но смотрите, к чему оно их привело. Так вознаграждает своих последователей дьявол. Посмотрите теперь на Илью, человека Божия. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал, Господи, Божий Авраамов, Исааков и Израилев. Да познает в сей день, что ты один Бог в Израиле. Вы заметили, какая у него спокойная доверчивость? Это надежда человека, знающего своего Бога, вера чада Божия, который в непрерывном общении и контакте с Богом. Вера Ильи и его преданность Богу дало свое вознаграждение в час нужды. Вот тут, друзья мои, и узнается человек, какая в нем вера в критическом часе его жизни. Позволь мне спросить тебя, помогает ли твой Бог тебе, когда ты в нужде? Ваал не пришел своим поклонникам на помощь? Такой Бог ни кроша не стоит, когда постигает человека нужда. Где он? Наиважнейший вопрос, возлюбленные, придет ли твой Бог к тебе на помощь? Спасет ли он тебя, когда ты предстанешь с вечностью? Если ты принял истинного Бога, явившегося в Сыне Его, Иисусе Христе, то будь уверен, что он тебя не оставит, он будет там. О, друг мой, возложи всю твою надежду на него, встань твердой верой на сторону Христа, перестань хромать на оба «Как Илья в час бедствия, ты будешь спокоен, не страшась угрозы врага». Илья был человеком веры, он был в соприкосновении с вечным Богом, он был в контакте и в полной гармонии с всемогущим Богом. Да, о нем можно было сказать, не убоиться худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Возлюбленные, мы живем в тревожное время, над всем миром повысили темные и угрожающие тучи. И как раз в такие времена нам нужно сердце устойчивое, твердое, какое имел пророк Илья. А это возможно только уповая на Господа Бога, непосредственной отдачей Ему. Вот что Илья предложил народу нерешительному, колеблющемуся, утвердить сердца своей верой и надеждой на Господа. «Как долго, о мой друг, будешь ты хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуй за Ним. Сегодня твой день, день твоего решения, день благодати для тебя. Да, есть, место есть. Господь в чертог зовет, в чертог святой, Он сам тебя ведет. Тебя зовет, ты зов не отклони, тебя там ждут, туда-туда входи. Есть, место есть, о, поспеши войти. Светилу дня недолго усыять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль, услышишь ты тогда, нет, места нет. Затворены врата. Дал бы Господь, чтобы ты сегодня вошел в эти ответственные двери Христовой благодати. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.